Приветик, а можешь только горизонтально поставить? Конечно могу, в какую сторону лучше. Да это вообще без разницы. А мандарин поставим? Мандарин? Ну да, чтобы ничего не впадало. Мандарин, это хорошо. Рассказывай, у вас, у Бирюсы, сумасшедший сезон просто. Какие вообще вот сейчас эмоции после нескольких дней, как финал закончился? Ну эмоции, конечно, положительные, потому что мы вышли впервые в финал. Но также есть отрицательные, что мы не взяли кубок. Удалось как-то переосмыслить вот это, пережить, обговорить? Ну да, как бы обговорили с командой, с друзьями, с родственниками. И все рады, но да, все говорят, что чуть не хватило. Но уже, да, не те эмоции, которые были поначалу. Сейчас уже как-то успокоились, и просто надо двигаться вперед, и все. А вот у тебя какие были эмоции? Это была какая-то там злость, разочарование такие яркие? Или наоборот, какое-то опустошение, что вот, ну хоть на лед садись и сиди грустно? Да, и разочарование было, и опустошение. Я после игры час не могла взять телефон, чтобы ответить на SMS, с кем мне все звонили. Но как бы, ну да, очень большое такое опустошение было, оно и присутствует сейчас. Не понимая, что все, как бы сезон окончен. Как себя вот пересобрать уже к новому сезону? То есть как бы вот эту историю оставить? И понимать, что надо заново опять начинать, и вот весь этот долгий путь надо заново проходить? Мы это с самого начала понимаем, что да, что нужно сейчас все выкидывать из головы и заново начинать все. Но я думаю, сейчас мы поедем все в отпуск, отдохнем с родными, с близкими, отдохнем, погуляем. И я думаю, придем к сезону в хорошей форме, в хорошем настроении. Сейчас вот тогда уже немножко опустив эмоции, серебро. Это опыт, это удача, это неудача. Как к этому отнестись вот уже после там всех советов родственников, тренера, девчонок? Как это для тебя? Это опыт, вот, а без поражений не бывает побед. Это все, что я могу сказать. Чего тогда не хватило в серии с Динамо Невой? Вот в какой момент что-то разладилось, пошло не так? Все было нормально и в коллективе, и в команде. У нас была куча моментов, да, и в первом периоде в два раза, там, в три раза перебрасывали соперника. Скорее всего, не хватило реализации моментов. У нас молодые девчонки где-то хладнокровия не хватило, где-то переживали больше, чем они. У них уже этот опыт был в том году. Может, на этом фоне им было проще с эмоциями справиться. Как тебе поддержка болельщиков на финальных играх? Прямо было громко. Это было круто, на самом деле. Никогда такого в Красноярске не было. И вот когда я играла еще там тоже в Арктике в университете, в Горном, такого не было. И это было вообще просто прикольно. Когда мы выходили, там все кричали вируса, и вообще большое им спасибо. Они гнали нас вперед. Как думаешь, вот чего не хватает, чтобы интерес стал еще больше? То есть медали у вас есть, стадион есть, во время вы удобно играете. То есть вот чего не хватает, чтобы трибуны были полные каждый раз? Но все равно нас мало где показывают. Я думаю, КХЛ, КХЛ. Я думаю, если нас везде оповещали, может быть, и больше о нас люди знали. То есть сейчас болельщиков Сокола оповестили, сказали, что девчонки играют в финале. И люди пришли. И сейчас нам пишут эти люди и говорят, девчонки, вы молодчики, мы будем в следующем году к вам ходить. То есть они узнали о нас благодаря Соколу. И вот нужно также, я думаю, оповещать всех. Есть такие девчонки, что мы там всегда за медали почти боремся. И, я думаю, будет больше ходить людей и заинтересуются. Как оценишь сезон лично для себя? Ты лучший бомбардир регулярки, плей-офф. Откуда такой настрой, такая бешеная энергия? Хочется России с года в год становиться, да, уже не просто игроком, а лидером. Мне уже 24 года, как-никак. Вот. Да, Россия, хорошо. Ну, я как бы каждый год стараюсь, ну, просто помешать свои качества. Смотрю игру на ошибки, мне брат подсказывает. И просто хочу помогать команде. Это и фу, это и то, что команда убеждает, поэтому я помогаю. Гол в финале вошел в топ-10 моментов. Как вообще там все произошло? Видела ли ты, что ты попала в топ-моментов? Да, я сегодня, вот недавно, может, час назад увидела, потом мне скинули. Но, как к этому отнеслась, так, хорошо, позитивно. Это, по-моему, первый мой гол в топ-10 за весь сезон. Приятно попадать в такие подборки или уже как-то, ну, как обыденно воспринимается? Попала и попала. Так как каждый целый год я не попадала туда, поэтому приятно. Если бы можно было переиграть один матч в этом году, что бы это было? Наверное, вот, когда у нас был счет 1-1 с Динамо, и мы были на выиге, мы проиграли им в овертайме. Вот, этот матч бы я переиграла, чтобы эту чашу в нашу сторону переборить. Думаешь, если бы тогда вы повели, могло бы все по-другому пойти, да? Да, я считаю, да, что если бы мы выиграли, даже если бы потом мы проиграли 2-2, если бы мы в Красноярске уже играли, болельщики бы нам помогли. Ну, я думаю, так. Ну, никто не знает, как бы было. Вот, но если бы можно было, я бы этот матч переиграла. Как тебе сезон тогда с увеличенным количеством игр? Как это физически и эмоционально вы вот прошли? Ну, физически нас подготовили хорошо, мы были готовы, но психологически было тяжело, когда ты на выезде не неделю находишься, а там 2 недели. У нас был выезд, когда спецкат был, а у нас мы вообще на месте уехали. И как бы, ну да, психологически очень тяжело, но я считаю, что чем больше игр, тем лучше, тем больше мы развиваемся, получаем опыта, больше игр, больше моментов каких-то. Кто-то может выиграть там третью игру, и здесь не приугадаешь, поэтому это классно, кто физически готов и кто-то выигрывает. Какие сейчас планы дальше? Вы еще тренируетесь или вы уже все в отпуске? Мы еще тренируемся чуток, но скоро сейчас поедем домой с родным, близким, мы уже соскучились, жду, не дождусь. Какой план на отпуск? Сначала, понятно, да, я с родными буду, я давно не виделся племянниц, племянника, вот. С ними проведу время, потом, да, поеду отдыхать, так же, с родными. Ну и хочу там съездить ниже Новгород, не знаю, получится, нет, и ну и так по Москве погулять.